Профильный департамент берет на контроль процесс взаимодействия сторон по контракту на отсыпку участков для многодетных семей в районе улицы Авиаторов. Такое решение было принято по итогам выезда на объект, где сейчас ведутся соответствующие работы. Ход исполнения контракта оценивали представители всех сторон, заинтересованных в скорейшей готовности участков. Все подробности в нашем следующем сюжете. История с выдачей земельных участков многодетным семьям уходит своими корнями в далекий 2012 год. Хорошая задумка не была должным образом оформлена. И по факту многодетные родители получили от мэрии земли, заросшие кустами ивы, которые к тому же затапливало вперед половодие. К 2015 году на участках должны были произвести отсыпку до безопасной отметки. Но и эти обязательства не были выполнены. Кроме того, до 2014 года многодетные семьи платили за эти участки, непригодный на тот момент для строительства налог. Сколько лет налог уже не платить? Года четыре, наверное. А до этого? Мы платили, как будто у нас есть земля, хотя на самом деле земли не было вообще. Были кусты, мы приходили сюда, печально смотрели на эти кусты, ну и уходили, естественно. Семь лет ожидания. Именно столько времени в мечтах и надежде о собственном доме живет семья Светланы Карпицкой. За это время у многодетных родителей родились четвертый и пятый ребенок. Сначала было очень радостное настроение, когда мы получили участки. У меня подруга как раз пососедствовала. Потом ждали, ждали, потом все угасало. В 2017 году ответственность за подготовку земельных участков для строительства ИЖС взяли на себя окружные власти. В настоящее время на отсыпаемые территории формируется 84 земельных участка. Работы выполняет Наринмаш «Строинвест». Сегодня подрядчик заявляет о том, что работы выполнил, но денег за это не получил. Заказчик, в свою очередь, утверждает, что есть основания полагать, что объемы и качество этих работ не соответствуют контрактным обязательствам. В свою очередь, руководитель окружного профильного ведомства попросила представителей подрядной организации сегодня же представить подрядчику все необходимые документы, в том числе акты по экспертизе выполненных объемов. Центр «Строизаказчик», у меня большая просьба. Максимально сжатые сроки, день-два, проверьте, пожалуйста, документацию. И в департаменте проведем встречу вас и подрядчиков. Совещание по вопросу формирования земельных участков в микрорайоне Старый аэропорт состоится 21 июня. Присоединиться к обсуждению могут и многодетные семьи. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север».